здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сожгите в этот день в октябре чеки и вашем доме будет достаток сегодняшнем видео я вам расскажу и вы многое узнаете в какие дни в октябре нужно сжигать чеки после совершенных покупок у вас на руках остаются чеки подтверждающие факт приобретения как обычно вы распоряжаетесь ими выбрасывайте сразу копите пока не соберется внушительная кучка а между тем чтобы привлечь в дом достаток необходимо утилизировать правильно и в определенные дни большинство людей кстати практикующих такое магическое действие подтверждают что после проведения обряда материальное положение удивительным просто образом стабилизируется и все потраченные денежные средства стали возвращаться назад зачем сжигать чеки очень многие у меня спрашивали казалось бы незрачные бумажки хранят информацию о ваших расходах то есть об изменении денежного потока это могут быть выписки из банков копии счетов подтверждений покупок и другие документы совершая воздействие связанные со стихией огня вы с помощью магии возвращайте потраченные ранее назад свой кошелек после правильного проведенного обряда деньги придут в виде выигрыша лотерею повышенной заработной платы или неожиданного подарка друзей или родственников магическое воздействие в правильно подобранное время позволит настроить энергию финансов и получить вознаграждение за свои действия особенно важно точно определить время сжигания чеков так как же его определить и насколько это имеет влияние как правильно подготовиться приняв решение провести ритуал сжигания чеков необходимо начать собирать все подтверждения ваших расходов чем их будет больше тем эффективнее будет результат держать их следует в одном месте в отдалении от кошелька и других мест где хранятся монеты и купюры ведь эти предметы имеют разную энергетическую направленность лучше завести отдельную коробку которую в промежутке между процедурой сжигания необходимо наполнять чеками но не пытайтесь жульничать позаимствовав эти финансовые документы у друзей или родственников вы вернете достаток в их кошелек а не свой имейте это ввиду сжигать их нужно в один из благоприятных дней сделав выбор исходя из собственных предпочтений и счастливых чисел перед проведением практики позаботьтесь о месте совершения огненной магии помните горит чековая бумага с выделением специфического запаха который может надолго остаться вашей квартире и вряд ли порадует вас и других домочадцев как вариант можно провести обряд на природе но если не получается то будьте осторожны в процессе магического действия обязательно находиться нужно в приподнятом настроении веря в то что ваши манипуляции именно сейчас приводит вас к процветанию прислушайтесь к себе кому-то приносит удовольствие выбрасывать бумагу в огонь единым ворохом другие чувствуют потребность выбрасывать чеки по одному оценивая каждый и размышляя о приобретении вам остается только решить что наиболее комфортно и приятно будет для вас время сжигания идеальные дни определяются по лунному календарю большинство людей практикующих старается выбрать период когда вы нарастет однако и при ее убывании можно получить выгоду например закрыть кредитные обязательства разумеется выбранный день должен быть благоприятным и нести нужную для вас информацию не желательно сжигать чеки неблагоприятные дни так как в это время ритуалы не дадут необходимого количества положительной энергии в каждом месяце есть свои периоды во время которых можно получить наиболее впечатляющий результат и так чтобы потрачено вернулась в октябре следует выбрать один из следующих дней 7 12 13 и 14 октября первые два дня вы можете получить все что задумали обряд проведенной в останшиеся дни очистит вашу энергетику и откроет денежный поток а в ситуации когда имеется нежелательные расходы к примеру у вас имеются кредитные обязательства проводить магическое сжигание чеков лучше всего на убывающего но в октябре идеальным для этого днями являются 22 23 и 31 октября причем если вы хотите побыстрее закрыть ипотеку стоит остановить свой выбор на замыкающем месяце дни то есть 31 числа ну а теперь осталось только выбрать подходящий ритуал и я вам сейчас расскажу какие ритуалы вы можете выбрать для себя сжигание расходов на растущую луну заранее подготовьте жаростойкую посуду переложите в нее все имеющиеся чеки повырошите их после чего произносим такие слова каждую ночь месяц встает запада на восток путь держит серпом прирастает бог округляет заботы все убирает серебряного света прибавляет как он утолщается так пусть и мой кошель уплотняется деньги в нем множатся про запас откладываются да будет так вот эти слова вы должны говорить один раз когда будете просто ворошить свои чеки далее когда вы это закончили вы свои чеки поджигаете наблюдаете как они разгораются и трижды говорите такие слова расходы сжигаю достаток призываю его прибавляю богатство укрепляю на благо себе и людям слово моё замок ключ под горой спрятан для всех закрыт и забыт вот эти слова говорим три раза всего далее смотрим как ваши чеки сгорают пепел пускаем по ветру это нужно делать на растущую вну ну а также на избавление от долгов также собирайте все чеки связаны с расходами разумеется кроме тех которые не потеряли юридической значимости это может быть информация расходах на продукты подтверждающий покупки билета и тому подобное выбранный день по одному сложите их в емкость который гарантированно выдержит жар когда вы будете класть свои чеки на избавление от долгов это очень важно на каждом чеке вы должны написать такие слова оплачено долг погашен потратьте немного на это времени но тем самым вы намного быстрее избавитесь от своих долгов лучше использовать карандаш или ручку с красным стержнем постарайтесь проводить ритуал при свете луны если не получается ничего страшного далее когда вы закончите приготовление также поджигаете свои чеки и три раза говорите такие слова чеки сжигаю финансы в стократном объеме возвращаю долги погашаю говорим три раза все далее дождитесь полного сгорания чеков после чего аккуратно соберите пепел если погода ветреная вы можете развеять его выйдя на балкон чтобы ваши задолженности унесло воздушным потоком противном случае следует вынести все что осталось после сжигания просто на улицу и выбросить вот такие практики они очень действенны и в октябре очень много благоприятных дней когда можно сжигать чеки и полностью решить все финансовые вопросы а